Когда Всевышний Аллах, субханаху ва Та'аля, сотворил Джанна, рай Аль-Адин, то тогда Всевышний Аллах, субханаху ва Та'аля, попросил Джанна, попросил этого рая, чтобы он что-то сказал. Приводится в Таргибу Таргибу Сахих, в 3714-й хадис, Абе Саид, рада Аллаху ва Та'аля, приводится то, что Пророк Мухаммад, субханаху ва Та'аля, создал рай Аль-Адин, это первый рай, который он сотворил, субханаху ва Та'аля, кирпич из золота, кирпич из серебра, и смесь, которая скрепляется, эти кирпичи, из миска. И сказал ей Всевышний Аллах, субханаху ва Та'аля, заговори, и сказал этот рай, преуспеют верующие. Кто же такие эти верующие? Такая сура в Коране не способна аль-му'минун, и с этих же слов начинается кад афляха аль-му'минун. Обретут успех верующий, и первые их сифат, первые их описания, это аль-лявинахум фи салатихим хаши'ун. Это те, которые набожны, богобоязненны в своих намазах. Показатель человека не только сам намаз, но то, как он выполняет, исполняет эту обязанность, то, как он читает свой намаз. Посланник Аллаха увидел один раз, как один человек молился, и тогда посланник сказал ему, вернись и заново помолись, поистине ты не молился. Несмотря на то, что он сделал текбир, несмотря на то, что он прочитал суры определенные, сделал руку, сужуд, но однако он лам ятмаин фи аркани ссаля. То есть он не обретал то спокойствие во время этого молитвы. Быстро прочитал и все. Как будто он его и не читал, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он ему сказал, «Поистине ты не читал», сказал ему, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был самым богобоязненным. И особенно он был богобоязнен в намазе. И если он вдруг плакал во время намаза, выходил такой звук, то есть подобно к кастрюле, где кипит вода. Бывает такой звук, когда вода кипит в кастрюле. Вот такой вот звук. То есть когда вода кипит в кастрюле, вот подобно такому звук исходил от пророка Мухаммада, когда он плакал в намазе. Что касается Абу Бакара, он был чувствительным, мягким человеком, если как только он начинал читать намаз, читал первую ссуру Фатиха, сразу же плакал. На его лице было две черные полосы из-за того, что он много плакал. И когда он был имамом, читал ссуру Юсуф, и когда дошел до слов, до аята, где Всевышний Аллах Субхану Талли говорит, «Вся моя глубокая печаль и скорбь направлены лишь к Аллаху». Слова Якуба, алейхиссалям. Тогда он заплакал. И все, кто за ней молились, слышали, как он плакал. Усмана Бакара, алейхиссалям, не ссуру салатом, но и хащи Афиха. Усмана, рада Аллаху Аань, также плакал в своих молитвах. И Али, рада Аллаху Аань, ни одного намаза не прочитал. Не было у него, ни одного намаза не прошел, если бы он не плакал в этом намазе. Если бы мы видели его, как он молился, мы бы подумали, что он сейчас умрет от того, что он много плачет в намазе. Всевышний Аллах Субхану Талли говорит в Кур'ане, Разве не наступило время, когда сердце верующих станут трепетны при упоминании Аллаха, а также перед той истиной, что они спослали? Хасан-басри говорил, наступит такое время, когда вы зайдете в мечеть и не увидите там богобоязненного своих молитвах, набоженного человека своих молитвах, как будто он о сегодняшнем дне говорит. Если посмотреть на сегодняшний день, человек бывает, Субхану Аллаху, уже и Камад сказали, он достает телефон, СМС-ку последний досылает, отвечает на звонки, да, сейчас я приеду, помолюсь и так далее. Субхану Аллаху, нужно оставить, ты же зашел в дом Аллаха, Субхану Талли. Перед кем ты стоишь? Перед Всевышним Аллахом, Субхану Аллаху. Если ты заходишь к какому-то директору, к министру, ты не будешь, ты отключаешь телефон, оставляешь его в машине, а ты зашел в дом Аллаха, Субхану Талли, к нему ты обращаешься? Малик-эль-Мулук, царь всех царей. Перед ним ты стоишь, Субхану Аллаху. Зейнуль-Абидин, Хуа Али ибн Хусейн, ибн Али, ибн Аби Талиб. Зейнуль-Абидин, это Али, сын Хусейна, сын Али, сын Аби Талиба. Кана, иза тавадда, тагайра ваджхах. Васфарра лауна. Он перед тем, как перед намазом брал тахарат, сразу же его лицо менялось и желтело. Те, кто рядом, говорят, что с тобой случилось? Почему твое лицо пожелтело? Это еще перед намазом. Не в намазе, а перед намазом. Знаете ли, перед кем я сейчас буду стоять? Яхав. Боялся. Если мы хотим быть богобоязнен в намазе, то нужно думать, представлять, что это последний намаз. Может быть, уже последний сегодня намаз мы прочитаем. Может быть, до следующего намаза мы не доживем. Поклоняться Аллаху, Субханаму Ата'але, как будто ты его видишь. Если ты его не видишь, то он тебя видит. Представь рай и ад справа и слева. Сырат, на котором мы будем все идти в судный день. Под собой представь. Посмотри, что завтра ты уже уйдешь с этой жизни. Тебе положат в могилу. Всех нас положат в могилу. Размышляй о своей могиле много о Абдуллахе. Потом скажи Аллаху Акбару и размышляй об этом намазе. Успокойся в намазе. Бойся Аллаха, Субханаму Ата'але. Размышляй то, о чем ты будешь читать в намазе. Тогда, иншаллах, твой намаз, иншаллах, наш намаз будет обретен богобоязненность. Умра ибн Абдулазиз читал намаз и не смог, когда дошел до аята, не смог его закончить. Весь намаз у него в этом аяте был. Всевышний Аллах говорит, я предупредил вас об Аде, который горит, пылает, войдет в него, дабы печься в нем лишь самый несчастный. Не смог закончить аят, заплакал, расплакался и повторял этот аят. И так он плакал, и все, Мусалим, все, кто с ним читали намаз, заплакали, что мечеть затряслась от такого плакания. Такие были сподвижники Салихин, как Зубейр. Если он молился, он подобно столбу стоял, не двигался, не отвлекался, полностью был направлен на свой намаз. Смотрел на сужуд, не смотрел по сторонам, не доставал телефон, не проверял, смотрел только на сужуд. Все они знали, чувствовали, что Аллах на них смотрит в этом намазе. Я сказал, что у раба Всевышнего есть два положения, два стояния. Если первый будет выполнен правильно, то, иншаллах, и последующий, он преуспеет. Если будет нехорошим, неправильно выполнен первый, то и во втором он не преуспеет. И спросили его, какие же это два стояния, какие же это два положения. Первое положение – это его намаз, его молитва в этой жизни. Это расчет перед Всевышним Аллахом в судный день. Некоторые люди, иногда он, шайтан его сбивает во время намаза, нашептывает что-то, какие-то мысли лезут. Если это случилось, скажи «ау-зу-биллях» и дальше продолжай намаз. «Иста-ид-биллях». «Иста-ид-билляхи мина шайтанир-раджим». Когда мы говорим «Аллаху-акбар», должны понимать, что мы стоим перед Всевышним Аллахом, мы восхваляем Аллаха, восхваляем Аллаха в руку, делаем сужуды, дуа просим. Мы стоим перед Всевышним Аллахом, субхану-вата-алла. Полностью наши сердца должны быть заполнены трепетом перед Всевышним Аллахом, и это будет истинная молитва. Истинный намаз – это когда человек, таслим делает, выходит из намаза, и какой-то остался у него след от намаза в его сердце. Саид ибн Абдул-Азиз сказали об одном из праведных. Мы слышали, когда он молился, как его слезы падали, звук слез, когда они падали на пол. Истинный намаз – это когда он читал намаза в Магребе в Межзид-Аль-Хараме. И не поднял голову, поднял голову тогда, когда услышал азан на намаз Аль-Ишаха. Я'ламун, аннас-салата биля хушу'а ля руха фиха. Они знали, что намаз без богобоязненности – это не намаз. Мен арада ан-яхша'а фи салати фаль-яста'ид. Тот, кто хочет быть богобоязнен в намазе, пусть он готовится. Перед тем, как начать читать фарт пораньше, если есть возможность, перед азаном приходить в мечеть, прочитать сунну. Между азаном и икамом попросить дуа у Аллаха, что-то прочитать из Кур'ана. Забудь про эту жизнь, про дуня на это время. Вспоминай то, что завтра тебя положат в могилу. Когда сказал Аллаху Акбар, знай, почему Аллах, Субхану Талли, сделал Аллаху Акбар. Это слова, с которыми ты заходишь в намаз. Потому что, чтобы мы знали, что выше Аллаха, выше величия Аллаха, ничего, никого нет. И значит, ты перед Ним стоишь. Кто-то поклоняется идолам, кто-то еще чему-то, деревьям поклоняется. Аллах, Субхану Талли, тебе карам дал. Он тебя избрал, Альхамду Лля. Он тебе дал подарок, то, что ты Ему поклоняешься, а не дереву. Ты не поклоняешься солнцу, ни луне, ни корове, как в Индии. Ты поклоняешься Всевышнему Аллаху, Субхану Талли. Это подарок для тебя. И знай, что величия Аллаха никого нет. И полностью свое сердце. Не думай об этой дуне, об намазе, думай о Всевышнем Аллаху, Субхану Талли. Минай иногда, когда в суннате читаешь адхкар, зикры, которые в Суджуде. Много адхкаров. Когда читаешь намаз, постоянно одну и ту же сурру не минай. Выучишь что-то из Кур'ана. И знаешь, что путь к успеху – это наша богобоязненность в наших намазах. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал в хадисе «Анда Тирмидзи». Сахабам сказал, саллаллаху алейхиссалям, не рассказать ли вам то, через что Аллах, Субхану Талли, прощает грехи. Стирает грехи и поднимает уровень дараджат. Перед Всевышним Аллахом поднимаешься. Сахабы сказали, скажи нам, да, расскажи нам, посланник Аллаха. Первое. Это когда мы много ходим в мечеть. Чаще приходит мечеть молиться Всевышнему Аллаху Субхану Таалли. Второе. Это тщательное омовение в затруднительных ситуациях. То есть, например, человек болеет или холодно, или у него что-то болит, тяжело им брать омовение, тщательно, когда берет омовение во время затруднительных ситуациях. Прочитанная молитва, прочитанный намаз после того, как ты прочитал предыдущий намаз. И когда человек выжидает намаз, например, прочитал Асар, Зухр, особенно в зимние времена, там Асар совсем близко к Зухру. Прочитал Зухр в мечети, иншаллах, и ждет следующий намаз Асар. «Фазаликум уррибат, фазаликум уррибат». Сказал пророк, салаллаху алейкум, это ваша твердость, выдержка, это ваша выдержка. «Куллаха фиссаля». И все эти вещи, это в намазе. Посмотрите, тахарат берешь перед намазом. Идешь в мечеть, чтобы помолиться. Намаз ждешь от намаза. «И в это время человек станет самым счастливым, иншаллах, и в дуне, и в ахире». «Это полное состояние человека». Рано выходил на намаз, пятничный намаз. И когда его кто-то видел, что перед ним пришли уже три человека, он сказал, иншаллах, четвертый, это недалеко от Аллаха. Если четвертый из пяти, пятый из пяти тоже недалеко от Всевышнего Аллаха. Они спешили и соревновались в этом. Человек иногда, дорогие братья, сломается у него машина, или он где-то убыток потерпит. Какая-то проблема в этой жизни, он плачет, переживает за это. Очень сильно. Семейные какие-то проблемы сильно об этом переживают. Дети, когда наши болеют, мы переживаем. Но когда мы читаем намаз автоматически и не чувствуем в нем сладости, об этом мы не переживаем. В тот момент, когда мы все знаем, что завтра мы будем лежать в могиле. Скоро каждый из нас уйдет с этой жизни. Пройдет время, пускай 10, 20, 30. Дай Аллах всем, длинной жизни. 50, 60, 70 лет. Но положи всех нас на могилу. И знай, раб Аллаха, то, что в темноте, когда ты остаешься, страшно бывает кому-то. Когда мы едем в какую-то гостиницу, ночуем в гостинице в другом городе, не можем спать так, как спим на своей кровати. Или в гостях, когда у кого-то ночуем. Но знай, что будет у нас ночь, страшная ночь, когда нас положат в могилу. Это первая ночь. И пророк Мухаммад с.с. сказал Аллаху юнавирух бис Саля. Аллах с.с. освещает эти могилы посредством нашим намазом, молитвами. Пророк Мухаммад с.с. сказал И поистине, с.с. сказала, радость моей очей в намазе. Несмотря на то, что Аллах с.с. повелевал пророку с.с. давать закат, поститься, но сказал радость моих очей в намазе. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы мы молились, чтобы Аллах даровал нам богобоязненность, чтобы мы были набожными в своих молитвах. Чтобы в судный день Аллах дал нам шафа наших намазов. Чтобы намаз говорил и заступился за нас. Чтобы Аллах когда мы останемся одни в могилах, чтобы Аллах осветил наши могилы посредством наших молитв. Субтитры создавал DimaTorzok